Вот скажи мне, мой любимый зритель, встречались ли тебе на бескрайних просторах цифровых миров, боссы, которые выделялись на фоне всего остального разнообразного бестиария, своим абсолютным бессмертием? Нет, я не имею в виду, что их вовсе нельзя уничтожить. Ведь, как говорила мудрая Пифия, «Всё то, что имеет начало, имеет и конецное». Но для того, чтобы одержать победу на столь живучем супостатам, вам придётся пораскинуть мозгами и, так скажем, найти слабое место. Или применить какой-нибудь хитрый трюк, без которого главаря попросту не одолеет. Всем привет, с вами Айвори. И сегодня я составил для вас список из 8 бессмертных боссов, которых не победить, если не знать их секрет. Традиционная минутка благодарности моим подписчикам и зрителям, сделавшим репост прошлого видео, а также донатерам с прошлого стрима. Спасибо вам огромное за весомый вклад в развитие канала. А теперь всем приятного просмотра и... Панеслась. Но перед тем, как мы перейдём непосредственно к сути видео, я хотел бы от всей души порекомендовать вам бесплатный и самый удобный сайт для совместного просмотра фильмов, видеошек с Ютуба, мультсериалов и, конечно же, аниме. Начать совместный просмотр просто как никогда. Всего лишь один клик, и вот вы уже наслаждаетесь просмотром любимого сериала вместе со своими друзьями. При этом делиться полученными впечатлениями можно как в голосовом, так и в текстовом чате. И даже присутствует функция просмотра дружеских веб-камер. Буатюб поддерживает множество различных сайтов, таких как Ютуб, Рутуб, онлайн-кинотеатры, ВК и куча аниме-ресурсов. А смотреть тут Джожу с друзьями это ни с чем не сравнимое удовольствие. Иэры-иэры дозе. Если, конечно, они у вас есть. Короче, проще сказать, что этот сервис не умеет, чем перечислить весь богатый спектр его возможностей. Он не варит кофе. Да, вот такое упущение. Живи с этим. Зато имеет полноценно работающую мобильную версию. В общем, переходите по ссылке в описании и наслаждайтесь совместным дружеским просмотром видюшек. Или что вы там обычно смотрите. Крайне очевидным для вас, дорогие мои зрители, было появление игровой серии Dark Souls в данном видео. Ведь франшиза Тёмные Души породила на свет божий внушительную массу боссов. Различной степени жопораздирабельности. Такое слово вообще существует? Э, впрочем, не суть. Сегодня под мой пристальный взгляд попало ложе хаоса. И среди бывалых геймеров данный супостат считается одним из самых нечестных. Ибо пол под ногами обрушивает. Мы что тут в долбанный платформер играем? Так вот, первая фаза сия монстра проходится без особых проблем. Ломаем дважды силовое поле и вуаля, победа у Ласкармани. Главное в дыру не упасть. А вот, войдя в свою вторую, финальную форму, ложе становится полностью неуязвимым к любым видам атак. И если вы вовремя не сообразите, что нужно сделать, то 100% отправитесь на небеса, в смысле, к костру. И тогда, как говаривал классик... Давай по новой, Миша, всё... В итоге вам потребуется остудить свою раскалённую пятую точку. И после чего, собравшись с духом, бесстрашно ринуться прямиком навстречу заклятому врагу. Отчаянно прыгнув в яму перед ним, там вы найдёте скрытый проход прямо к его слабому месту, которое позволит успокоить засранца раз и навсегда. Следующим в моём списке значится Мистер Фриз из игры Бэтмен Архам Сити. Как вы помните, данного босса нельзя атаковать в лоб, так как он защищён каким-то силовым полем. То есть, по сути, если не использовать ряд определённых уловок и хитростей, то его попросту невозможно будет одолеть. Причём каждый трюк по типу активации электросилового поля или внезапного нападения с возвышенности можно использовать всего один раз. Короче, босс непростой, особенно на высоком уровне сложности. И дабы одолеть этого холодного парня, вам придётся по максимуму использовать навык скрытности. Ну и терпением запастись, ведь эта ледышка, походу, никуда не торопится. И лично мне всегда хотелось побыстрее забить его до полусмерти. Финального босса из культовой игры Айко. Также невозможно одолеть, если, конечно, не воспользоваться одним простым трюком. Главный герой игры к моменту сражения с Тёмной Королевой будет вооружён магическим мечом, которым он может как отражать атаки, так и пробивать защитное поле злодейки. Но подвох заключается в том, что после самого первого удара по защитному барьеру, главный герой моментально лишится своего верного меча, который рандомно отбросит в какую-либо часть арены. Мы в дерьме! И в последующем каждая ваша отчаянная попытка добежать до оружия закончится неминуемой смертью. Ани, поконок! Но не спешите расстраиваться. Для победы всего-то и нужно, чтобы раскинуть мозгами, и грамотно передвинуть вот эти небольшие статуи, и своевременно прятать за ними свою щуповую задницу. Вроде бы просто, но я, например, в полубое далеко не сразу допёр, что данные идолы можно куда-то двигать. Не могу не упомянуть воистину гениальное сражение с медиумом по кличке Сороу, из игры Metal Gear 3 Snake Eater. Хотя, по сути, как таковым сражением этот момент назвать трудно, ведь Сороу уже давно мёртв, и Биг Босс попросту встретил призрака, который, в свою очередь, обрушил на его голову всю боль и скорбь, которую испытывали убитые его собственными руками люди. И не только они. И я думаю, вы догадались, что как ни пытайся, а призрака одолеть невозможно. И дойдя до страдальческого конца пути, вы попросту умрёте. Как же может так быть-то, если это вообще бред какой-то, серьёзно? Но если знать секрет, то наш одноглазый Змеелюб всё-таки выйдет победителем из ментальной схватки. После надписи о вашей кончине вам потребуется принять пилюлю возрождения, что заботливо имплантировано в зуб бывалого вояки. И бац, победа! Как говорится, Ларчик просто открывался. Также абсолютным бессмертием обладает босс по имени Хэлла. Из игры Хэллблей ценула Сакрафайс. Мало того, что данный главарь фактически бессмертен, так ещё и добраться до него довольно-таки проблематично, так как исчадие тьмы самоотверженно защищают её верные миньоны, с которыми вы, в свою очередь, будете яростно сражаться, пока в какой-то момент не поймёте, что что-то тут идёт не по плану. Убиваешь одного, а на его место тут же приходит ещё один. Посему единственным верным способом одолеть тёмное божество станет принятие собственного поражения. Ты чё, серьёзно что ли? Вполне, иначе босса попросту не одолеет. Некоторые схватки нужно проиграть для того, чтобы в итоге оказаться победителем. Иши за херню, я только что сморозил. Каждый босс из игры Legacy of Cain Soul Riva обладает собственной уникальной способностью, выгодно выделяющей его на фоне иных вампирских собратьев. И, пожалуй, самым интересным, а самое главное подходящим под тему сегодняшнего видео даром, обладает главарь по имени Мелкая. Данный монстр мог по собственному желанию проходить сквозь различные препятствия, по типу решёток, стальных прутьев и тому подобных преград. Посему и физические атаки этому здоровяку были не страшны, и вызывали у Сабжа лишь приступы зловещего хохота. В итоге убить кровожадное чудовище можно было лишь обманом, заманив засранца под острые и тяжёлые заграждения. Причём дважды. А после и вовсе превратить кровопийцу в фарш. Вот тебе и вампирское бессмертие. Но против огромной мясорубки все равны. Попизди мне тут. В игре Uncharted 2 всего-навсего один, босс. Но зато какой бессмертный. Что становится понятной из сюжетной линии игры. Некий Лазаревич накушался волшебной смолы из Древа Жизни. После чего обзавёлся номинальным бессмертием. Почему номинальным, спросите вы? А всё потому, что его нельзя застрелить, зарезать или избить до смерти. Но если знать его маленькую слабость, то победить его не составит никакого труда. Урон бедолаге наносит всё та же волшебная смола, взорвав которую рядом с тушкой лысого здоровяка. Вы со временем сможете отправить его в Вальхауу. Ну или куда-нибудь ещё. Ну и напоследок упомяну Геракла из игры Kingdom Hearts. Как вы помните, Геракл был полубогом. И обладал огромной физической силой. Но бессмертным точно не был. Чего не скажешь про его виртуальное воплощение. Ведь местный сын Громовержца полностью неуязвим для любого вида атак. Кроме, внимание, бочки. Вижу вы удивлены. Но я и сам не смог поверить, что здоровяка можно одолеть только после хорошего удара деревянным бочонком по его могучей голове. Но у каждого свои слабости. Вот интересно, как настоящий Геракл бы отреагировал на столь позорную ахиллесову пету. Дисапоинт! А на этом, пожалуй, я и закончу сегодняшнее видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Делайте репосты и жмите колокольчик. Все это очень поможет развитию канала. Или не делайте всего вышесказанного. И просто безвольно плывите по течению. Выбор, как всегда, за вами. На этом все. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok